всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду сегодня хочу приготовить один очень классный грузинский суп вообще говоря в грузинской кухне не очень много супов но те которые есть очень самобытные и вкусные чхертма это куриный суп на загущенном бульоне по сути техника приготовления такого вот бульона перекликается с техника приготовления французского соуса виллуте но именно перекликается ни в коем случае не копирует его тут есть свои особенности короче чего долго болтать приступим куриный суп естественно начинается с курицы ее надо отварить лучше всего подойдет хорошая такая суповая птица вольного выпаса ну и для улучшения вкуса бульона надо сюда целую луковицу добавить естественно пену буду снимать ну а по окончании варки курицы бульона эту луковицу туда вообще удалю вернемся к процессу приготовления когда курица будет готова давайте продолжать на сковороду отправляется хороший такой кусок сливочного масла и пока натопится надо нарубить луковицу сильно измельчать смысла нет все равно потом я позже все в блендере пробью уже после легкой обжарки ну вернее не обжарки а после пассировки масло растопилось отправляю сюда лук и сразу его немного посолить это ускорит процесс потери луком сока важный момент не надо лук румянить он должен томить на слабом огне до мягкости пока отделю мясо от костей по идее можно параллельно все готовить ну то есть поставить курицу вариться и заниматься луком там пассировка и прочим но мне удобнее сначала сварить а потом уже заканчивать приготовление супа смотрите лук уже дошел до кондиции он прозрачный значит пора добавлять муку вот так ее совсем немного обжариваю вместе с луком на слабом огне при помешивании буквально полминуты одну минуту может быть и добавляю понемногу бульон по частям совсем уж много его не надо добавлять ну и теперь пробью все блендером до однородности чтобы лук в пыль разбить отлично нагрев уже можно выключить видите да если я не заморачивался с луком то по сути на данном этапе я получил бы классический французский виллуте ну основу для него то есть масло мука бульон вторая часть марлезонского балета куриные яйца надо взбить до однородности добавив в них белого вино уксуса отлично вот этот прием введение уксуса в яйца позволит им не свернуться при смешивании с горячим бульоном ну я предусмотрительно кстати часть его отлил и немного студию сейчас разбавлю чтобы легче то все перемешивать теперь это нам соединить с луковым виллуте бульон к этим добавлялся при смешивании с горячими вот и яйца уж точно не свернулись ну и перемешивать так проще конечно все вот этот момент введения яиц в бульон очень ответственный если у вас яйца свернутся считаете все у вас чехерта не получилось мне все нормально остается влить это дело в кастрюлю с горячим бульоном присолить по вкусу проварить несколько минут и можно оформлять подачу вводить смесь надо при помешивании это важно соль сюда и черный перец для подачи мне понадобится немного свежей кинзы вот так в тарелку и и и сюда же курятину этот густой бульон супер чехлет меня каждому едоку еще на стол ставят кувшинчик с белым винным уксусом для того чтобы каждый под свой вкус суп настроил может ему кислоты недостаточно в нем также как знаете соль и перец вот такое чудо такой простой ночи вкусный суп классный вкус куриного бульона с вот этой вот суперской просто густотой велюте да и совсем велюте но он такой знаете гладкий такой шелковистый густой классный вкус вот просто классный сушить его позвольте еще а если у вас еще и курица домашние вольного выпаса чудо очень знаете такой правильный вкус вот не убавить не прибавить конечно вы можете настроить его под себя при варке бульона добавить кореньев там морковку положить это будет гарни свернуть из тех трав которые у вас есть стебли петрушки там кинзы той же самой добавить но даже вот в таком минималистичном варианте это уже очень здорово слушайте обожаю грузинскую кухню кто из бывших жителей ссср не обожает грузинскую кухню да ну все ее любят готовьте огромное спасибо за компанию за лайки за дизлайки за репосты всем пока а